можно да так пожалуйста оденьтесь потеплее когда будете нас смотреть самое необычное интервью на нашем местном телевидении это на какие-то вот иметь в голове истории чтобы это повторить чувствуешь себя танцором всем привет это северодвинск деталях наконец-то и мы вышли из январской спячки всех с наступившим новым годом и особенно с рождеством ведь многие активно присоединяются в эти январские дни к любителям ледяной воды и я тоже решил нырнуть именно на этой неделе что было не так банально потому что температура как вы помните шкалила за минус 30 сегодня на себе попробуем не только водные зимние процедуры но и несколько других довольно странных увлечений вот такое начало нового года поехали итак на нашем календаре 13 января сегодня минус 31 и даже для тех кто постоянно купается ледяной воде сегодня наверное не совсем стандартный температурный режим павел скажите насколько отличается купание в 0 градусов предположим да ну вот как сегодня в минус 31 купание в принципе само по себе купание погружение в воду не отличается ничем отличается выход из воды соответственно если температура комфортная от минус 10 до минус 20 а самое идеальное для погружения для выхода и входа в воду сейчас уже более критические температуры на сегодняшний день прямо выход более жесткий чем вы ходишь и сразу сворачивание да легкие из-за того что сжимается идет давление на общий организм поэтому сложнее ух ну вот это точно экстремально сегодня будет сегодня пришли самые увлеченные так понимаю да сегодня пришли самые увлеченные до актив но основном где-то человек 15-20 основная масса приезжает по воскресенье купаться для того чтобы начать вашу как называется тренировка погружение окунание купание плавание тогда необходимо сначала прорубить лед поработать рубим прорубь поэтому пройдемте помочь помочь пойдемте павел лопату взять да можно это по выкидывать раньше времени нырнуть да понял а сколько обычно время занимает дорожку пропилить час до часу целый час помахать лопатой только потом насладиться с ледяной водой наверное лопатой намашешься так становится жаркой и как раз хочется искупаться то есть не сгоряча мокрым нельзя а чем это чревато почему нельзя резкий перепад медицинские уже а с бани вот мы когда выходим там же горячий ты выходишь то есть баня нужно сначала остыть только потом нырять вот она истина но давайте растянем погружение под воду потому что мы нашли человека с еще одним ну так скажем нестандартным увлечением василий уже был в нашей программе ты ходил босиком по снегу сегодня ты будешь стоять на гвоздях и и лежать стоять и лежать на гвоздях но расскажешь про то увеличение для чего он во первых первый раз я познакомился с этим когда был в архангельске меня положили на гвозди гретляк отдохни сначала болевые ощущения потом они постепенно проходят ты расслабляешься и очень кайфовые были ощущения для спины именно просто полностью расслабление такое прям если говорить о здоровье что она дает человеку вот есть разные мнения во первых сам распространенное мнение что на ногах на 100 на стопах есть очень много точек которые связаны со всем телом и он не очень влияет положительно как считается вот принципе я слышал ей отрицательный отзыв что это не на ту точку надавит да ну что это не очень хорошо неестественно так скажем да но ты практикуешь не подготовленный человек может встать на гвозди ну лечь точно встать ну на какой-то небольшой промежуток да то есть небольших промежуток долго стоять они начнут все-таки прокалывать ну прокалывать нет но верхние слои но обычно и те кто встает сначала то есть они сразу же больно и сразу же сходят вот то есть но если правильно подготовиться с настоем принципе можно исправить с первого раза там встать это вот такие специальные доски да они на такая вот доска для стояния здесь гвозди почаще натыканы потому что когда мы стоим уходы гвозди острена когда мы стоим то весь тело приходится на маленькую площадь только на стопы когда лежим там полегче потому что во первых мы лежим да и площадь больше да понятно и там гвозди пошире можно расставить так ну как ты готов начать давайте попробуем да можно делать так что-то операция либо кто-то помогает первое время если мы встаем с поддержкой то есть мы немножко на что-то придержим чтобы не вес тела сразу приходился на одну ногу встаем и здесь важно расслабляться сразу возникают болевые ощущения то есть ногах чувство боль и первый такой автоматизм сразу сойти до чтобы этой боли не было я еще занимаюсь йогой да и здесь все такое практика перенос внимания внимание на дыхание как-то простил 15 минут у меня был максимум и внимание на дыхание иногда даже забываешь про то что стоишь на гвоздях на гвоздях дышишь расслабляешься но то сейчас у тебя участился пульс и чувство да и дыхание то есть есть такое когда еще сходишь то первое время еще больно прям вставать на стопы то тоже так аккуратненько и плавно покажи стопы то есть они там все перфорированные теперь такие вот как думаешь меня можно пустить на эти гвозди можно попробовать конечно но я очень хочу попробовать так ладно встаем ну тоже ощущается конечно вставать прямо да не бояться вставать плавник аккуратно ровно вставать прямо дыхание медленно глубокая с человек сюда на можно да так ого все я стою очень интересное ощущение очень хочется слезть аж сводит лицо ну все я все ребята это был вам подарок от меня как на какие-то вот иметь в голове истории чтобы это повторить можно попробовать полежать проходит буквально минуты и вода уже снова покрывается коркой льда и так 13 метровую дорожку для заплыва мы подготовили все уже попили чай остыли все как положено и готовы погружаться вперед давай давай небольшой с тобой не разойтись отлично погодка вот вот и мое время настало последний раз я купался зимой тоже ради телеэфира такая уже работа но тогда было не минус 32 но попробуем поехали поехали самое необычное интервью на нашем местном телевидении антон расскажи пожалуйста про этот самый тренажер вообще откуда он пошел я слышал что древней русской истории а есть там мнение что он пошел с тех времен когда люди ходили в доспехах и от долгих переходов им нужно было вот эту компрессию снимать и вот в какой-то момент там начали выправлять через деревья вот эти подвесные системы делать либо в четвером там в четвером там друг друга тянуть ну я думаю для интервью одного вопроса будет достаточно давай мне снимать ну я понял вот ноги ноги хорошо а вот в плечевом суставе там уже такое напряжение прямо конечно меня не сходу подвесили перед этим антон провел активную разминку на все суставы связки в общем разогрели чтобы не получить травм только после этого на тренажере я попытался поделать различные упражнения сложно контролировать там поверни ногу туда вовнутрь не понимаешь сложно расслабиться на самом деле то есть попровиснуть полностью надо все равно все это пытается как-то струнку одно из направлений как раз тут и познаешь тело свое потому что ну человек расслабляется как это как в армии сказали вольно он так стоял в струнку вольно сказали он так свесился а все напряжение в теле оно так же и осталось вот так же он на диван лег отдыхать а тело напряжено все а здесь как раз можно отследить и вот это напряжение отпустить это не всегда легкая легкая такая задача ну так конечно все что-то размелось хорошо чувствуешь себя танцором в стиле медуза ты нам доверяешь да? да конечно крутим вот так я стал мастером правила да покажу возможности что тут можно делать ну и после погружения конечно чаепитие надо согреться расскажите немножко про ваше увлечение про клуб ну купаюсь я неорганизованно уже давно больше восьми лет первый раз я вообще лет семь наверное в ледяную воду залез много у вас в клубе увлеченных таких людей? в этом году у нас уже наверное больше тридцати человек наверное считается прибавляется да? да прибавляется скажите как часто купаетесь? вот собираетесь стараюсь два-три раза в неделю что это вам дает кроме удовольствия которое я сегодня тоже испытал? если говорят что мы не болеем то это все ерунда мы болеем но она немножко болезнь у нас происходит немножко ленивый какой то становишься такой вот ничего не хочется вот это самое то есть какие то вот симптомы ну не умираешь да? ну да да то есть я знаю что у вас есть всякие забавные истории вы не просто купаетесь но еще и делаете из этого иногда шоу вот мы снимали члена клуба на коньках запрыгивали в троих да 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 это на день маржа было в прошлом году это откуда такое пошло это вы сами придумали или это практикуется в разных городах? ну первое сподвигло нас то что кто-то там в шахматы под водой играл ну а купание просто так это не интересно придумываем на каждый праздник что-нибудь это самое на новый год ну развлекательное в общем для своих то есть когда смотреть наше купание будет интереснее когда вот что-то ты делаешь вот так здесь у нас таз ложится не на гвозди а вниз для позвоночника тут есть промежуток вот главное что позвоночник позвонки попали в этот промежуток и лежишь когда ложишься все время кажется что как-то неудобно лег и где-то больше давит но это как тебе не ложись все равно такое ощущение будет где-то просто где мышцы больше спазмированы где какой-то зажим есть там и были ощущения больше а то есть можно обойтись такой штукой и не ходить на массаж да это можно сравнить в принципе да эти процедуры а практикуется еще какой-нибудь вес ставить сверху я ходил в детстве на карате и там правда не на гвозях а на стекле лежал у нас сенсей учитель и потом на него наши ученики там вставали кто-то даже прыгал по моему насколько я помню ну стекло такое более щадящее мне кажется да то есть ну я не знаю я не понял хотя гвоздь то он как бы гвоздь прямо вот упирает чуть больше давления и он уже может зайти в кожу а ты один в своей семье увлекаешься таким видом да один жена не хочет пока не хочет сын тоже ну вот друзья мы с друзьями пробовали то есть тоже там стояли ну правда не лежали стояли на время кто дольше там он простоял минуту друг у меня потом я полторы потом он две и там соревновались кто больше я все-таки поставил потом 15 минут ну как говорится знаешь обычно после таких слов все лучше чем в подъездах пиво пить и сигареты курить будем лежать и стоять на гвоздях вот такие эти люди с экстремальными увлечениями вполне себе дружелюбные и открытые для общения спасибо им я испытал очень много новых эмоций обязательно что-нибудь попробуйте и вы всем здоровья с вас подписка на нашу группу вконтакте северодвинс в деталях а с нас еженедельный телеблог по пятницам до встречи до встречи